Под чужими небесами Автор Коссус Глава 9.1 О чем читают пони Конец настанет участи печальный Небытью дуэт пойдет наперекор И будет в очистительном сиянье Отчаянно подписан приговор Старсвирл, Забытое пророчество, 10 Ох уж этот дискорд с его склонностью делать неожиданные подарки и сюрпризы в неотъемлемые хаотичные обертки, да еще и не спрашивая разрешения Флаттершай догадывалась, что ее занесло в до невозможности реалистичную версию одного из самых ею любимых выдуманных миров Это немного напоминало приключения в комиксе про Суперпони Но на сей раз, похоже, каждый из друзей Флаттершай отправился в свой мир Интересно, что же тогда случилось с Рейнбу, ведь Дерингду существует в реальности А какие самые любимые книжки у принцесс? Особенно у Твайлайт У нее вообще есть нелюбимые книжки? Несмотря на выдуманную реальность, Флаттершай решила не слишком сильно рыться в личных файлах и почте Алисы Конечно, если она здесь в нее превратилась Так забавно быть человеком И почему в Эквестрии про людей и их миры почти никто не пишет выдуманных историй Сплошные пони То формально может делать все, что угодно Но даже выдуманных персонажей следует уважать Самой Флаттершай, конечно, стало бы очень неприятно, узная она, что кто-нибудь проник в выдуманную, как в комиксе, версию Эквестрии И начал там творить всякие пакости Даже в ненастоящем мире следует вести себя, как в реальности Однако Флаттершай, конечно, пришлось выяснить, куда и в когда она попала Поэтому она все же прочла деловую переписку в личной почте А потом быстро освоилась космонета И принялась изучать новый мир и сравнивать, насколько он похож на описанную в книжках реальность Оказалось, очень похож Три дня полета до Крины пролетели незаметно Флаттершай туда отправилась в одиночку, поскольку Пашка уже ждал ее Ну, то есть Алису, ясное дело, на планете Оказывается, прошло целых шесть лет с предыдущего путешествия И за это время Алиса с Пашкой стали близки Флаттершай, конечно, от всей души им этого желала Добрая половина книг подталкивала их друг к другу Но интересно тогда, почему же созданная Дискордом реальность оказалась так далеко в будущем Может, он решил перестраховаться, чтобы Флаттершай точно не попала в такое приключение, о котором она уже прочла Мэри Лэнд совершил посадочный маневр торможения И пассажирам разрешили вылезти из коек и готовиться к посадке Флаттершай, конечно, собралась заранее и теперь любовалась пейзажем за иллюминатором Медленно и величественно на нее наплывала белая-голубая громада Крины Зрелище было невероятным И почему бы Квест 3 до сих пор не летают в дальний космос? Или такое только в книжках бывает? Флаттершай, конечно, как следует подготовилась к приключению Она уже разузнала, что с полем забвения на Крине до сих пор справиться не удалось Поэтому всем кораблям приходилось возить с собой дополнительные гравитоны для генераторов силового поля Восстановление планеты шло полным ходом И в него включилась вся галактика Особенно, конечно, Земля и Вестер Окрестности города Его решили не переименовывать, потому что все привыкли Уже привели в порядок, но на Крине оставалось еще множество диких уголков С местными вовсю работали учителя, врачи, психологи и другие специалисты Всех их называли общим словом прогрессоры Насколько поняла Флаттершай, этот термин позаимствовали из местной фантастики Вот забавно, внутри книжного мира бывают свои книги Фиолетовые сполохи озарили каюту Вдалеке вздымались исполинские горы Поверхность планеты становилась ближе И Флаттершай догадалась, что корабль только что без помех миновал поле беспамятства Он заложил крутой вираж, позволив мельком увидеть невероятный город Состоящий из самых современных или отреставрированных зданий Между которыми кое-где еще выселись пустые громады старых небоскребов Одно из таких разбирали на запчасти летающие краны А за городом плескалось теплое море Флаттершай даже почудилась, будто она разглядела пестрые зонтики на пляже В космопорту Мэриленд оказался не одинок Однако здесь почти не нашлось обычных пассажирских или грузовых лайнеров Преобладали разные специальные корабли Например, исследовательские, медицинские и строительные Разумеется, пассажиров встречали И для Флаттершая чего доброго Приготовили какую-нибудь вечеринку в стиле Пинки Пай Тут она впервые растерялась Все вокруг такое... Нереальное Как же здесь себя вести? Притворяться Алисой, пока приключение не подойдет к концу? Или признаться во всем хотя бы ее друзьям? Алиса! Сюда! Флаттершай посмотрела на встречающих и сразу, как по волшебству, вспомнила их имена Удивительно Или нет, если Дискорд вдруг пользовался ее собственной памятью, чтобы создать это приключение Привет, Речка! Привет, Ручеек! Я так рада вас видеть! Флаттершай, конечно, не чуточку не покривила душой Разве не здорово встретить персонажей из книжек в реальности? Разумеется, они сразу бросились обниматься, прямо как пони И оказались такими теплыми и живыми Вот даже в том магическом комиксе был такой легкий налет нереальности А здесь нет Дискорд очень хорошо постарался А где Пашка, Белка и остальные? Как у вас всех дела? Замечательно! Улыбнулся Ручеек Белка осталась дома, присматривает за Соколом и Алисой Алисой? Немного смутилась Флаттершай Это теперь одно из самых популярных имен на Крине Речка подмигнула Почти как Пашка Он сам, кстати, жутко извелся, что не смог тебя встретить Какое-то у него нашлось суперважное дело Они у него постоянно находятся, сама знаешь, и все суперважные Но я ждала, что хоть ради тебя он отвлечется Я вон на биостанции тоже отнюдь не бездельничаю Флаттерша это известие даже немного обрадовало Одно дело Пашка, когда он был забавным мальчишкой А вот сейчас бы в отношении двух замечательных людей Пускай и вымышленных Влезать не очень хотелось Хотя увидеть второго по значимости героя книжек, конечно, тоже очень заманчиво Ладно, Алис, скоро ночь Ты наверняка устала Поэтому айда пока к нам домой Предложил Ручеек А уже завтра Пашка непременно вернется А не вернется, поймаем и врезем Пообещала Речка Я за эти годы наловчилась кого угодно ловить Кстати, это и с нами Увы, на многие звери и птицы ночью не спят Ничего, я-то с Алисой все равно еще как следует пообщаюсь Курсовая сама себя не напишет, правда? Эм, да Флаттерша кивнула Память подсказала, что курсовая Это оказывается такая смесь доклада, исследовательской работы И теста для тех, кто учится в университете И она будет про необычных животных Крины Вот оно, наверное, главное приключение, придуманное Дискордом Интересно, а здесь они тоже говорящие? Не считая птиц-сальтосов, конечно Скорее бы их встретить Белка и Ручеек жили в коттедже на берегу моря Хоть и за окраиной города Но совсем рядом с конечной рейсовых флайеров Их домик оказался невероятно милым И одновременно напоминал и пони вели Контерлот Неудивительно, Ручеек стал строителем И, конечно, не упустил внимание лишний раз Показать всем желающим, какой он талантливый Здесь Флаттершай познакомилась с Белкой и с их детьми Сокол оказался еще совсем маленьким А вот Алиса уже давно научилась ходить и говорить И сейчас смотрела мультики по телевизору Флаттершай даже почудилась, будто она мельком увидела превращение Зимзилы в Зимшилу Наверное, они где-нибудь в этом мире тоже встречаются Белка и Ручеек оказались очень общительными Чем избавили Флаттершай от части неудобств Она в основном расспрашивала их о жизни на Крине И так получилось, что сама о Земле особо не рассказывала Откуда бы она все знала? Наверное, тоже Дискорд постарался Ужин привлек ее невообразимо притягательными запахами Львиную долю его составляли морепродукты И Флаттершай пришлось напомнить себе, что люди вообще-то всеядны И очень не хотелось огорчать радушных хозяев Но на биостанции, конечно, надо будет воздержаться от мяса, рыбы и всего такого Флаттершай поселили в гостевой комнате На кровати она обнаружила куклу, безумно похожую на пони Причем знакомую Цвет гривы и шерстки, глаза и знак отличия Все напоминало об Октавии Мелоди Интересно, откуда она взялась? А, такие сейчас стали очень популярны Пояснила Белка Наверное, Алисонька потеряла А Афродита, ты, конечно, помнишь ее Открыла модный бутик Этих кукол коллекционируют с удвоенной силой И даже иногда шьет им игрушечные платья Хех, весело, правда? Ага, прямо как Рерити На последнем слое Флаттершай громко зевнула Ха, вижу, ты и прямо стала Ну, не буду тебе мешать Спокойной ночи Проснулась Флаттершай рано, почти на рассвете Сиявшая над морем солнце озарила комнату ласковыми лучами На него даже пока можно было смотреть без очков Не желая будить хозяев, особенно сокола У людей младенцы тоже наверняка спят очень чутко А Пинки и Флаттершай знала, как сложно их бывает уложить Она тихонько выскользнула из коттеджа и побежала к морю Шумел прибой, вдалеке плыл парусник А по гальке на пляже бегали крабы Которых пытались клевать черно-белые птицы, напоминающие чаек Кажется, они охотились сообща Флаттершай опустилась на большой обкатанный булыжник Чайки совсем не боялись людей Она прислушалась к ним Тут краб, большой, вкусный Сейчас как в пугну, а ты лови Различила Флаттершай Многие животные не такие умные, как пони Поэтому разговоры у них короткие и самые простые Спасибо Флаттершай засмеялась Да, разговоры, может, и простые Но даже и чайки не забывают о благодарности Тетя Алиса Послышалась сзади Флаттершай вздрогнула от неожиданности К ней незаметно подкралась другая Алиса Которая маленькая девочка Молите, что у меня есть Она держала в руке куклу Как две каплы воды, похожую на саму Флаттершай Она пляма, как вы Задумчиво произнесла девочка Тоже любит лазных зверей И даже умеет говорить с ними Тетя Алиса, а звери правда разговаривают? Ну, к ломе больших птиц Иногда Пробормотала Флаттершай Игрушка немного ее смутила Может, воображение Дискорда не безгранична И он решил всякие малозначимые вещи сделать прямо как в Эквестрии Тень на миг заслонила восходящее солнце Флаттершай обернулась На пляж опускался флайер Он садился очень тихо Наверное, прилетел кто-то знакомый И он тоже не хотел будить детей ручейка и белки Это Павка! Вскричала Алиса Осторожнее, не стой под флайером Всякое бывает Но посадка прошла благополучно И младшая Алиса буквально набросилась на пилота с обнимашками Флаттершай тоже залюбовалась Пашкой И принялась его пристально изучать Себя-то она с Алисой сравнивала редко А вот он был, ну, просто копией Самой старой подруги детства Рейнбу И потому очень ей нравился Пашка ослепительно улыбнулся Взъерошил Алисе волосы И с намеком поглядел на Флаттершай А кое-какой тезке Не мешало бы повторить Она смутилась, еще раз прокрутила в голове События последних дней Вспомнила, какое все вокруг реальное И твердо настроилась разобраться с этим как следует Эй, а тебе случайно ни о чем не говорит имя Дискорд Решилась она Тут уже настал черед Пашки смущаться А вот младшая Алиса рассмеялась Ага, он сначала был злой А потом стал забавный Дискорд? Тьфу, глупость какая Наверное, какой-нибудь карикатурный злодей Из дурацкого детского мультика А вон мелкая копия Про него много знает, видишь? И вовсе мультик не глупый А Дискорд уже давно не злодей Обиделась Алиса Они теперь Флоттершай Большие друзья С Флаттершай Автоматически поправила Флаттершай Ну я так и сказала У Пашки же отвисла челюсть А Алисочка, погоди Так ты тоже? Что, я тоже? Ну, смотришь кое-что Хотя уже совсем взрослая, как я Правда? Ведь так хорошо скрывалось, что я не узнал? Смотрю Павка тоже любит мультики про пони Обрадовалась младшая Алиса А какая пони тебе больше всех нравится? Флоттершай схватилась за голову Творящееся вокруг превращалось в форменный хаос И путаницу в духе Дискорда А вдруг он нечаянно забросил ее сюда? А вдруг ее друзья попали в чьи-то еще тела здесь? Или в иные миры? А вдруг творится что-то совсем странное и непонятное? В одном лишь Флоттершай была уверена Дискорд, нарочно он это или нет Точно никому не хотел причинить вреда Она сглотнула и призналась невероятно тихим голосом Нет Я никогда не смотрела мультик про пони Но я читала книжки Про Алису Селезневу и ее друга Пашку Я здесь случайно оказалась Правда Я думала Дискорд специально для меня приключения сделал Пашка опустился на песок И где же тогда настоящая Алиса? Обытым голосом поинтересовался он Флоттершай стало его невероятно жалко Я не знаю, но Но это все наверняка Дискорд Он ничего плохого бы не стал с ней делать Правда, честное слово Да, наверное Пашка нахмурился и его лицо вдруг буквально засияло Как будто он осознал нечто крайне важное Так ты, значит, Флоттершай, или... Ага Это невероятно Пашка встряхнул головой, шустро добежал до моря и умылся Да почему тетя Алиса Флоттершай? Недоумевала младшая Алиса Потому что иногда кажется, твой вымысел совсем не вымысел Заганочно отозвался Пашка Пашка? Задумчиво призналась Флоттершай Знаешь, мне кажется, такой человек, как ты Ни за что не пропустил бы встречу с настоящей Алисой На крыне что-то творится Что-то нехорошее, да? Хм, вроде того Я, похоже, кое-что разузнал Как раз хотел поговорить с Ручейком, Белкой С тобой заодно, конечно А то и с Алисой Пашка вздохнул Я не знаю, как, когда я вернусь в Эквестрию Но очень хочу помочь вам Пашка странно поглядел на нее Хм, да, догадываюсь Я... Давайте-ка все вернемся в дом Али... Флоттершай Мне кажется, лучше твое появление от других скрыть Мало ли что После завтрака Пашка наконец смог рассказать, что его так встревожило Помните нашего старого знакомца Радикулита Грозного, Кривейшего и Гнуснейшего Я тут решил разузнать, чем он занимается после того, как у него отняли город, а самого отправили на пенсию И чую я, что он замыслил весьма мутные дела Неудивительно, фыркнула Белка Так вот, у нашего друга Сколиоза вдруг обнаружились плодотворные контакты с одной небольшой сектой Живут высоко в горах и поклоняются некоему мировому яйцу, из которого якобы вылупился весь мир Само яйцо на вершине горы, в поле забвения Без спецкостюмов там делать нечего Собственно, когда наш остеохондроз запросил один, я и начал подозревать, что-то здесь нечисто Может, он просто решил к старости замолить грехи, посвятить жизнь созерцанию и все такое Предположил ручеек Я, мельком, слышал про этих монахов Это же радикулит Грозный, возмутился Пашка Я, скорее, собственный компьютер жую, чем он таким начнет заниматься Нет, все это странно Я лично слетал к мировому яйцу, и теперь оно у меня, как говорится, на языке вертится Напоминает что-то, не могу понять Дайте-ка, может, я вспомню, предложила Белка Она приняла из рук Пашки компьютер, покрутила так и этак, пожала плечами, передала ручейку, но тот тоже ничего не узнал Можно? Пробку попросила Флаттершай и принялась разглядывать фото Объект, изображенный там, на первый взгляд и впрямь очень напоминал исполинское яйцо И даже на второй Но никаким яйцом он, конечно же, не был Именно так его и представляла себе Флаттершай, когда читала А память, доставшаяся не иначе в наследство от настоящей Алисы, соглашалась Она обомлела и едва не выронила компьютер из в раз ослабевших рук И с ужасом возрелась на Пашку Не помнишь, потому что Алиса, то есть я, то приключение прошло без тебя